Продолжение следует... Разве может сад идти, распевая по пути? Не такой, как все сады, этот сад ходячий, он ложится у воды на песок горячий. Быстро сбросил у реки тапочки и майки, лепит булки, пирожки, куличи и сайки. Лежал на солнце сад и забрался в воду, для чего в воде он рад в жаркую погоду. Виде пены влагопад, вверх лицах фанканы, чуть без рукой, вверх лицах сохнули песчаные. Вот он вышел из воды, ежится как ежик, на песке видны следы шесть десятков ножек. Славно выкупился сад, отдохнул немного, расправился назад в дешнюю дорогу. Сад заходит в новый дом, где большой столовый, пиццать кружок с молоком, я него готовлю. Погладают пять минут куклы и лошадки, а потом его кладут в белые кроватки. Разве сад ложится спать после завтрака в кровать? Если сад гулял с утра, саду отдых нужен, а когда придет пора, будет он разбужен. Приберет свою кровать, простыни, подушки и опять пойдет играть в игры и игрушки. Есть у сада, пара, работа, пять автомобилей, черный пёс, блестящий нос, белый пёс, Василий. Восемь куколок в одной, кукли деревян, и петрушка заварной, рыжий и лунян. Этот сад не зоосад, но саду из полка, дайте где-то медвежат, колика и волка. Каждый вечер тридцать мам в новый дом приходят, каждый вечер по домам сад они разводят. Этот сад ходящий нам называть не надо, потому что ты сам из такого сада. Продолжение следует...